Моя дочь нарисовала вот такое на компьютере, вот такое. А я подумала, ну это не одна картинка была, я подумала, а что если, ну вот это детское, там, актуальное искусство, контемпура, а что если сделать выставку? И я, вдохновлённая, пришла в муниципальную галерею, говорю, смотрите, что дочь моя рисует, давайте, может, как-то придумаем, может, выставку надо. А мне говорят, ну вот есть ещё одна мама такая же, и как бы тоже волнуется по поводу детского искусства. Таким образом мы познакомились с дизайнером Ириной Олениной, и у нас вербализовался, сформулировался проект, который мы назвали «Детская площадка». А почему детский, вот, от детской площадки, место, где дети приходят вместе с родителями и делают, что хотят, наконец-то в свободе, в меньшем количестве замечаний, чем дома. То есть место, где все, как бы, чувствуют какой-то момент вот свободного времяпрепровождения. И захотелось сделать детскую площадку, в которой царит полная свобода творчества, такое пространство, полная свобода творчества, где взаимодействуют дети и родители. Первый раз мы проводили этот проект в 2012 году. И это было, скорее, такое вот, ну, больше на энтузиазме мы провели, но важный момент, когда сформировался этот формат. Это не просто выставка, на которой экспонируются работы наших собственных детей, мы просто ими восхищаемся. Мы решили сделать такую вот, ну, тусовку, можно сказать. Каждый день проводили мастер-классы, и в результате мастер-класса выставка наполнялась новыми детскими работами. И мы видели вот по глазам родителям, как меняется отношение к детскому творчеству. Не вот, ну, я кто скажу, на вынушенному, на академичному, да? Когда ребенок рисует просто от души. И нам хотелось сказать, насколько это важно, похвалить ребенка за тот рисунок, за ту коляку-маляку, которую он создал. Потому что на самом деле, рисуя, экспериментируя так, ребенок познает мир. И вот в этом как бы есть наша идея проекта, что мы, используя творческие стратегии, помогаем родителям и детям передавать важную, нужную, умную, серьезную информацию. С помощью творчества, конечно же, ребенок ее воспринимает легче. А в атмосфере выставки, когда ребенок ощущает себя художником, который творит, работы которого экспонируются, это особое ощущение. Нас часто спрашивают, а как это, а вы будете выбирать победителей? Мы говорим, нет, вы победители, потому что вы вместе с ребенком создаете. И вы побеждаете сами себя в том, чтобы сказать друг другу добрые, положительные вещи. И дальше поддержать ту инициативу, которая есть в ребенке. То есть глобально у нас была мысль сделать мир лучше, конечно же. Актуально, ну, надо сказать, что совершенно отсутствует коммуникационная платформа для общения детей и родителей. Обычно родители сдают детей на какие-то кружки, сами занимаются своими делами, потом встречаются и оказываются совершенно, ну, еще не знакомы друг друг другу. Хочется, чтобы наше общество формировалось в диалоге, хочется, чтобы дети понимали родителей, и тогда, наверное, мир станет лучше, и контекст будет более культурным. Социально, то есть это под предвыщение мотивации до творчества и деятельности у детей. Ну, и лично наши, это как бы наши собственные дети. У меня двое детей, у Иры двое детей, и у наших друзей тоже есть дети. И, по сути, мы создали контекст для творческого самораскрытия, для творческого раскрытия детей и родителей. Вот, я бы хотела, если бы у нас включилось, потому что там будет много всяких картинок, которые мы покажем, как это было в 2012. В 2012 году, цифру, начали с экспозиции работ пяти детей, на шестой и на седьмой свадьбе, нужно перейти сразу, потому что погода. С пяти детей, это было порядка 20-30 работ. После, в результате 10 дней работы выставки, у нас стало 50 авторов и, соответственно, порядка 200 работ. Мы это действительно считали. В финале мы поздравляли всех наших участников выставки, авторы. Это те, кто экспонируется, лаборанты, те, кто участвовали в мастер-классах и проводили мастер-классы. И вручали сертификаты и книги издательств, которые нам помогали. Бегас и школа. Так, ну вот дальше картинки могу показать. Резонанс получил проект. Скажу честно, мы были первыми тогда в Харькове. В Киеве уже проводились такие мастер-классы. А в Харькове после нас пошла волна. И мы искренне радовались, что в галереях стали проводить мастер-классы, обучающие детей не вот, ну уже каким-то установившимся методикам, а каким-то ремесленным навыкам, там, ну все эти оригами и так далее. Сейчас уже много есть работы в Украине о том, что полезно изучать оригами для того, чтобы хорошо понимать математику, всякая тактильная деятельность и так далее. Вот, и мы дальше, как бы, замолчали на несколько лет, потому что понимали, что надо понять, собственно, идею нашего вот этого движения. Мы специально и заведомо привлекали к мастер-классам людей, которые ранее не преподавали детям. То есть для каждого участника это был эксперимент. Если, например, Алексей Чехоль нам давал каллиграфию, до этого он, ну разве что, объяснял это своим детям. А здесь он встретился с детьми других, другими детьми, и, ну, возможности диалога открылись удивительные. Когда дети начали писать буквы, за ними потянулись родители, и потом все уже заняты, и я слышу диалог о восточной вязи, увлеченные беседы родителей. Вот получилось, как бы, такое вот даже глубное, наверное, общение интеллектуальное. И действительно, я могу сказать, что такой проект может повышать статус интеллектуалов наших. Это очень важно. Потому что, ну, это очень важно. Дети, все, что ты им даешь, они же все впитывают. И вот наша задача, это вот тот контекст, который бы расширял кругозон, расширял культурное восприятие. Так, картинки мы уже показали. Участники дети от 6 до 12, но мы приглашаем, ну, то есть приходят, естественно, и с младшими детьми. Если у родителей дети есть 3 лет, там, от 0, они все вместе приходят. И каждый включается в этот процесс, потому что он не такой, не навязанный. Все видят, все знают, все начинают делать. Мы предлагаем действия, вот, стратегия. Ну, можно дальше клацать. Это экспозиция прошлого года. Это вард-подвали. Очень такие у нас. Ну, нашутили, говорили, дети подземляли. Ну, по сути, можно сказать, что луч света в темном царстве нашем. И вот созрел проект следующего года, ну, второго сезона «Детская площадка 2015». Следующий можно. За 8 дней мы провели 30 мастер-классов. 70 авторов поучаствовали в нашей выставке, 500 работ и 5 новых, вернее, 6 даже уже новых жанров искусства. Мастер-классы, вот вы видите, в каких жанрах. Пожалуй, даже мы и не все перечислили. В нашем пространстве состоялась премьера игры Мандривезий. Мы очень этим гордимся. От музея сковороды. Я передам слово Лене. И у нас такой новый формат. Мы попробовали простая штука. Чтение вслух книжек. Пауза. Вот. И каждый день работы в площадке мы начинали с чтения книжки от взрослого. Книжку взрослый выбирал сам. Очень резонансным было открытие. Там дальше нужно показать. Вот это дети на площадке. Вот Игорь Диденко выбрал гурипуха. Конечно, он, ну скажем, победил всех. Но когда шоумен читает, с ним тягаться непросто. Но задача не в соревнованиях, а задача в инициативе. И как он делился впечатлением, говорит, это был действительно эксперимент. Для меня, я, говорит, сколько выходил на сцену, но переживание было особенное. Когда ты читаешь детям, не своим детям, но атмосфера непередаваемая. Очень мы, я признательна, Татьяне Аркадьевне, у меня здесь фотки нету, Татьяна Аркадьевна читала Вадима Левина и Ринату Муху стихи. Тоже, вот в этой атмосфере чтения вслух, сидишь, переживаешь. И как бы, я тоже эти стихи читала своим детям. Ну, сказать, мурашки похожи идут. Вот. И мне, я сейчас думаю, что понравилась эта история с чтением. И я думаю, что надо популяризировать, а помочь, это может, наши записи нашего видеоканала. Это тоже открытие нашего проекта. У нас, к нам присоединилась продакшн, студия Ника Продакшн, благодаря которой у нас возникли репортажи, фестивали. Это можно у нас на YouTube посмотреть, чтобы атмосферу почувствовать. Битячая площадка. Смотрите. Вот. Дальше, что я хотела сказать, чтобы уже, да, и в общем, далее, как бы, если мы стартовали просто от времяпрепровождения свободного с детьми и как бы делились своим опытом общения со своими детьми, то есть Ира проводила мастер-классы, по дизайну из пластиковых бутылок мы делали в первый раз динозавров, во второй раз мы делали пластиковые машины, экологические автомобили, эксперимент повторили в международном фестивале 4-й блок. А я делилась сценарным мастерством, создали мы мастер-класс по комиксам, будем продолжать работать в этом направлении. Вот. То есть, три, как бы, аспекта, получается, мы затронули в нашем, это творчество и коммуникация. И это пространство общения детей, родителей, ученых, музееведов, всех-всех, в творческом формате. Это второе. Это работа на результат имеет очень важную, как бы, я думаю, педагогическую, психологический подтекст, поскольку дети вместе с родителями достигают результата творческого, переживают положительные эмоции. И творчество, как, еще какое-то явное слово, да, главное, это способ познания мира, поскольку ребенок, не владея еще в должной мере, там, письменной или даже устной речью, он всегда может нарисовать, когда он воспринимает эту информацию, и может ее нарисовать, передать в изделие, в арт-объекте, просто экспериментировать, просто порезать цветные бумаги и сделать калаш, как у Матиса. Это есть, это уже, так сказать, уже классика. Это прекрасно. И мы хотим продолжать эту нашу инициативу. И мы счастливы, что к нам присоединились, присоединились вот те, кого я сейчас по очереди буду давать слово. Я хочу дать слово Марине Хольневой Муниципальная галерея низкий по концу за то, что Муниципальная галерея дала нам экспериментировать, доверила нам, так сказать, это пространство. И мы надеемся доверить. Спасибо. На самом деле плаш-апка это наиболее близкая по духу детская программа, которая когда-либо проходила в самой галереи. Потому что в свое время у нас там был фестиваль «Мир без темных красок», это фестиваль работ, который достаточно традиционный. Когда-то он был первым в галереи, он был важен, он просуществовал 10 лет. Потом какие-то происходят с трудническими с лицеем, скуртой или еще с чем-то. Но это, опять-таки, это традиционное восприятие детского творчества, оно достаточно классично. Учитывая дух самой муниципалки, то чем мы интересуемся, нам интересны такие эксперименты и привлечения что-нибудь под тандартным взглядом. Поэтому площадка, она действительно стала очень близкой нам в дух и очень соответствующей нам самим. Ну и плюс подвал, в котором не страшно что-то испачкать, испортить, поцарапать или так далее, это пространство, в котором мы можем ни за что не переживать, что бы дети там не делали. Изначально кажется, что может быть оно слишком трешевое для детей, там нет вот этих ярких красок и так далее, но с другой стороны дети сами наполняют своими красками и своим настроением это пространство и могут себя точно так же не ограничивать и не бояться, что они что-то делают, брызгают красками или там что-то делают на стенах и рисуют у них или еще действительно я помню этот момент, когда вы две мамы параллельно рассказывали, это было не одноразово легко, потому что это был сначала разговор, потом еще один разговор, потом официальное появление с предложением, но так как вы это делали параллельно, проще было вас познакомить. Ну и на самом деле надеюсь, что мы будем продолжать и будет такой же проект и мое личное наблюдение это было очень интересно еще с той стороны, что очень много детей принимало участие которые около галерейные, потому что это дети художников, дети дизайнеров, дети, дети, которые уже и так бывали в галерее, нет, был большой процент, которые совершенно новые дети, но были те дети, которых я уже примерно знаю, и это было очень забавно наблюдать, когда они очень официально с папочкой приходили серьезно и подавали свои работы, для первой стартовой выставки, для начала, и они очень ощущают, что они знают, здесь выставляется его папа, и это серьезная галерея, и поэтому я тоже такой серьезный, я сложил свои работы в папку, и я их принес, для того, чтобы кураторы рассмотрели, с надеждой, что его работы тоже там будет. Это было очень забавно смотреть, потому что ребенку еще дошкольник, и он это осознает, и для него это важно серьезно. но вот это ощущение, когда наверное, максимально удовольствие, которого получаешь, когда муниципалке тоже важно, каждый проект, который мы делаем, он должен давать какую-то информацию своему зрителю, он его воспитывает, он должен давать новую, полезную, и открывать что-то новое. И когда это максимально воплощается для детей, что это не забава для детей, это не просто игра для детей, не развлечение, и вот мы радуемся творчеству, а это постоянный поток новой информации, и постоянное развитие, оно очень близко, и это больше всего цепляло. Ну и плюс та демонстрация, когда дети вдруг открывают, что то, что он делал дома, просто так играясь, это можно воспринимать как искусство, и стоит воспринимать как искусство, да? Вот примерно одной из девочек 4 года, которая всегда, когда ей нечего делать, она рисует мамином телефоне, и это 4-летний ребенок, который подбирает там толщину линии и так далее, и в результате ее работы были выставлены, она очень радовалась, потому что это та ее домашняя игра, которая на самом деле талантливая и очень такой красивой. Мы назвали это новый жанр, я говорила, новый жанр искусства, комп-арт, это компьютерные рисунки, вот в первом проекте было это, фотография, мы еще полистаем, вот комп-арт уже на планшете в 2015 году, гольф-арт, это мы из мальчиков для гольфа делали арт-объекты, картонная архитектура, вот так вот, видите сейчас, роспись по печенью, эксперимент на кафе, согласилась, кафе, семейное кафе, клиент, низкий поклон, потому что, ну вот, когда ведешь кисточкой по печенью, мы все переглядывали, с родителями, ну если бы нам в детстве сказали, что печенье можно разрисовывать, ну, наверное, они когда из детства не вышли, ну вот, но это уникальный тоже эксперимент, бутылка-дизайн, из танка-арт я назвала, это популярная механика, ребята специально для проекта сделали станок, который вырезал по дереву любую картинку, бабочек, там по дереву или по оргстеклу, вот, то есть, может быть, это мы не первые, кто это искусство открыли, но в детской площадке мы открыли вот его для тех, кто к нам пришел, вот, и я хочу передать слово вот по поводу премьеры, там, 27 слайд, есть картинка у нас, вот, Лентинский музей передудущая, и вот премьера это игра мандрегать, когда я узнала о том, что планируется выход такой, я сказала себе, у нас должна быть премьера на площадке, потому что, ну, так надо, игра уникальная, в которой философия сковороды превращается в игровую стратегию, а когда дети становились играть, знаете, кто такой сковород? Ну, да, знаем, в школе учили, и смотрят, оценивают, дети, они очень такие серьезные, и потом я вижу, они не хотят останавливаться, они ходят по кругу, разгадывают ребусы, Олена Рибка, хочу передать слово, наступник директора Меморіального музея Сковороди, вам слово. Дякую. Направду, для нас было дуже важливо провести презентацію саме на дитячей площадке. По-перше, будь-який музей зацикавлен в том, чтобы быть представлены не только на своих стенах, а еще и сегодня мы понимаем, что нужно выходить до своих отведуков, выходить на такие открытые простори. И, правда, я могу говорить не только про наш музей, музей в Сковоротинівце, а взагалі про то, что сегодняшние музеи в Украине, они переорієнтуются на своих отведуков. И надзвучайно багато сейчас творится программ именно для детей. Это, скажем, Харківский литературный музей. Они предлагают величезный перелик программ для детей для меньшего века и для старшего. Это, скажем, музей Репина у Мучевоїди. Это другие музеи по Харківу. Они тоже предлагают мастер-классы, предлагают интересные события. И, в основном, проба подать музей не в таком сувором академическом стиле, не только через розповідь экскурсовода, а подать так, чтобы дитина зрозумела. Музей это не то место, где ничего не можно депутать. Это не то место, где можно не только в отстанной не меньше метра смотреться на какую-то картину. Музей это не то место, где учителька привела всех, 15 людей, мовчать, повымикали телефоны, в инстаграм не выходим. Музей это место, где они проверяют историю на правду. Это место, где они знакомятся с собой. Это место, где они начинают понимают понимать себя. И, наконец, сегодня музеи это место, где они не потрапляют в поле музеяфикации, а в поле открытого диалога. это становится очень позитивным импульсом, чтобы сегодняшние дети, любившие музей, еще в детстве, любили его назавжди и проводили свои дни дальше. Правда, цю аплеворную историю про то, что тот, кто не знает своего нового, не знает будущего, можно повторить и не замысляться, а можно проводить так, чтобы дети узвідомили, что у них есть врачебный багаж и предъявников, и что они в нашем случае могут пройти шляхом с кугороди. Власне, ця гра была створена в результате проекта от Украинского Центра Розвитка Музейної Справы. Проект про мюзеум нам пощастило, мы выиграли невеличкий грант и отримали финансирование от Фонда Витроджения Фонда Украина 3000. И, власне, за счет этого сделали прекрасный вариант, когда вы видите на таком поле 2 на 2 метре вы можете попробовать покидать свой кухню и выполнять свою миссию. Стратегия игры построена не только на том, чтобы мы больше узнали понимали его философию, но и так, чтобы это было интересно детям. Там шесть миссий, которые актуальны. Себепознание, очень серьезно, но одновременно каждая дитина пизнает себя. Это дружба. Кожна дитина мрее про друга и тут на поле они знакомятся и уже нужно дружить. Это две святины, но это тоже подано, чтобы это было интересно детям. И это очень интересно на детей. когда совсем маленькие дети, у нас были четыре года, ты умеешь читать? Нет. Мы сделали несколько таких, чтобы их можно выполнить совсем маленьким. И она с удовольствием начинает ходить, а кто такой такой человек еще раз повторяю, потому что она от начала не цикавится человеком. Четыре года не принимают как украинский первый человек. Но когда вы уже пограли, когда вы уже слышали, что философия может быть интересной, может быть актуальной, может быть необычной. И философия в каждой речи, в нашем свете, тогда уже возникает зацикавление и намерение идти дальше, и такие проекти для детей, они надзвучайно важливые. Не только чтобы музеи получают своих выборов, а таким образом, мы стаем более культурными, и если дитина зацикавилася музеям, то родители просто нет выборов. Я помню, что в 2017 году была идея по Харкову были дюбанеры с запитанием «А ты давно будешь в дитину в музей? А ты давно будешь в дитину в дар?» Чтобы мы понимали, что дитина это такой субъект творчества, как и художник. Субъект это дорослое слово, если честно. Но действительно дети так же творят, они так же развиваются, и иногда им доверять чем они помогают. Они могут самостоятельно и могут запропоновать то, что даже дорослые могут запропоновать и придумать. Дякую. Я думаю, что на таком примере мы видим, что есть коммуникация. Вона велика и на разных уровнях. Я очень пишусь тем, что до нас велика музей из Чугуева, музей Репина. Илья Юхимович собственной персоной. Тут присутня Ганна Ювченко, представник музея. Мы сможем дать слово Ганне. Они приехали с четырьмя майстер-классами. Это была калеграфия, это живопис, это первое первое мистерство. Наскальная живопись, которая была очень дорогая в нашем арт-классе. И лепение глиняных статуей. Ганна, скажите, пожалуйста. Я очень рада, что нас познайомила. Она познайомила. А потом я немного расскажу, как мы выводили. Это эксперимент для нас такой существенный. У нас проводят детей, 30 человек, и мы с ними. От первого дня этой площадки мы смотрели вас в Ютубе. У нас паника нарастала. Мне их формат. Как мы будем делить детей? Два зала шикарно. В одном зале первое мистерство мистерство. А как мы будем делить детей? Будем начать Печерске. Ладно, Печерске у нас две одни поделали. Потом мы начали говорить, что мы будем делать, если детей не принять. позвонили писать всем, кому только можно. Но в результате всех, кого мы запрошили, никто не пришел. другие дела. Потом что с собой брать? Что с собой брать? Они ползают по полу. Мы не можем ползать по полу на классический музей. Мы классический музей. Как они по руках? Куда они лезут фару? Нет. Потом день настав. Мы приехали, я глину разложила. Она говорит, что мы вырезали много чего чтобы это не последний. Потом мы не начали у детей. Давайте с этими детьми. Пока родители слушают розумные речи. Потом понимаем, что дети не приходят, а все с самого начала нерозумно. Две годы прошли. Мы все собрали, картинки фотографировали. coming наступного дня пришли на работу, сели, так в кабинете замдиректора. Хух. Власне, по тому, что эксперимент для вас, эксперимент для нас. И мы уже пытались что только батькам с детьми не пропонували. И фактически безкоштовное отведение, и разные программы. Ну вот, я, правда, сказала, что тренируют батьки детей, и все, а дальше идут за собой, куда иду, а тут вперше батьки с детьми, и батьки нам помогают. Вот. Тому очень дякую, что нас запросили, очень дякую, что вы нам дали возможность пробовать свои силы. Будем працювать, мабуть, и надалее, так, если мы все-таки ваш формат, то давайте працювати. И ну, мало кто скольки робит, так, Харьков великое место, но 20 детей собралися. Ну, как-то, а где и другие? Ну, мы и поширюем информацию про наш проект, мы планируем також робить уекенди, и места мы уже наметили. У Городинівка, Чугуев, это будет, это мы на старте, так бы мовити. И я хочу перейти до истории, до истории вот с этими такими вещами. археологами. Мы начали, это диалог уже с науковцями, справжними дослідниками, тобто с очень серьезными людьми, археологами. мы, я говорю, я хочу провести майстер-класс, хочу сделать песочницу, в которой будем вести розхопки. И звернулись до Кирилла, кандидата наук. А вы можете про песочницу добавить? А мы трошки потом обернули. Мы просто, когда увидели, ну вот здесь песочница, вот так все гарантично стало, так вот в втором году, мы гарантично, а в нашем классическом музее мы два текла фланги взбили, мы их еще и покарали, она говорит, да, и сами себе усложнили жить. Можно попросить? Ну, неформатного не бывает, я хотела додать, бо нема неформату. Есть желание что-то делать, есть желание в диалоге. Тож, я там говорю, а что вам будем закопывать, чтобы потом рассказать? Кирилла говорит, ну давай что-то египетское. И до нас вернулся скульптор, говорит, давайте я вам сделаю что-то. Ну, они говорили, что египетское может, но я мечтаю про иное. Она говорит, у нас же есть такой глубокий пласт украинский, есть скифы, кто только нас не может. Давай оберемо что-то в гугле, что было наше. Вот у нас появилось скифское золото, медное, что-то, и Венеры политические. Я даю слово вченому, досліднику, Керену Мизгину, кандидату исторических наук. Хочу запитати, як вы дійшли до того, что до необходимости спілкувания с детьми. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что в этом у нас, наверное, больше опыта может быть, чем у вас, потому что работать с детьми, не только со студентами, работать с детьми, это наша профессия. Мы просто выполняли свою роботу. На самом-то деле, во-первых, с самого раннего возраста в археологию влюбляются все, практически. Ну, я очень мало людей, на самом деле, знаю, которые хотели в детстве стать либо… не хотели бы стать либо археологом либо космалом. Ну, вот, это вот как-то такой стереотип. Хотя, нужно сказать, что эта детская площадка несколько стереотипов мы нарушила, потому что, когда я спросил детей, а вот, наверное, многие хотят из вас стать археологами. Многие сказали, Да, да, и только одна девочка, не, я, я не хочу. Это было тоже определенным таким сюрпризом для меня. Ну, наверное, она хочет стать косманом. И поэтому, я думаю, будут и подобные мастер-классы в детских площадках. И, собственно, для нас это было, не скажу, что новым, определенный опыт у нас есть. У нас есть уже, например, опыт работы в совершенно замечательном центре такой науки, популяризации науки ландаун-центров в нашем университете Каразино. Он размещается, сейчас там происходит ремонт, я надеюсь, что он будет тоже открыт, и мы с ними очень давно сотрудничаем. Ну, кроме того, вообще, работа с детьми нам уже привычна, потому что дети приезжают к нам и в археологические экспедиции, и буквально там с 7-го, 8-го класса многие дети принимают участие в настоящей археологии. Но, тем не менее, таких детей не много, а те городские дети, не обязательно городские дети, которые не могут, например, приезжать в археологические экспедиции, но которые интересуются археологией, для них это просто замечательный опыт получения информации, что такое археология, как проводится археологическое исследование. И для нас это было абсолютно взаимовыгодно, потому что для... Если вообще можно употреблять слово выгодно здесь, скажем, полезно, взаимополезно, скажем так, ну, опять же, что такое история археологии, это, прежде всего, интеллектуальная обслуга. То есть мы работаем в сфере интеллектуальной обслуги, и поэтому очень приятно ощущать, что ты нужен, что твои знания передаются, они остаются, а дети познают что-то новое. Потому что, что касается археологии, ну, я здесь абсолютно не буду кривить душу, я понимаю, что общество в основном-то живет в мире стереотипов, и касаясь археологии, и, собственно, когда ты археолог, а, ты, наверное, там, Египет, да, там, Лара Крофт, Идиана Джонс, да, там, наверное, там, золото покупаешь, продаешь и так далее. И когда уже с такого возраста начинается воспитание, начинается познавание ребенка, что вещи, которые находятся в земле, это, они не принадлежат мне, они не принадлежат там конкретно, там, не являются собственностью музея, они принадлежат человечеству, они принадлежат государству, человечеству, и что с этими вещами необходимо, к этим вещам необходимо бережное отношение, что сам процесс раскопок, оказывается, это не просто вытащить вещь и положить ее в карман, оказывается, нужно аккуратно ее обчистить кисточкой, аккуратно ее нужно зафиксировать, зарисовать на том месте, на котором она лежала, а потом не одной рукой, а двумя руками аккуратно вытащить и положить, а потом еще сказать, что это, и после того можно уже посмотреть, а что было под этой вещью, может быть, найти какой-то квад и так далее. Ну, на самом деле, это и было открытием, потому что нам сделали скульптор Татьяна Альбийская, Костомарова, сделала вот эти вот артефакты и думала, что дети их выкопают и заберут в семье, а оказалось, что их вот надо зафиксировать и сдать в музей. Таким образом, у детской площадки теперь есть музей. Безусловно. И, то есть, это абсолютно уникальная возможность научить ребенка видеть свое прошлое и, собственно, бережно относиться к этому. Ну, и у нас была вторая часть мастер-класса, помимо копания в песочнице, раскопа, это еще была и реставрация. У нас в нашей экспедиции есть два тепловированные реставратора. И вот они, и вот одна из них, Ксения Ворачева, сотрудница нашей лаборатории, нашей экспедиции, она проводила с детьми мастер-класс по реставрации древней керамики. Ну, конечно, керамика была не древняя, керамика была, скажем так. Ну, что времени? Ну, практически. Практически древняя. Это был пазл. Да, но это фактически был такой пазл-гейн, то есть, игра в пазлы. То, что детям особенно нравится всегда, и они собирали разбитые кусочки этих сосудов, склеивали, определенный способ склеивали, ставили их там в песок, чтобы они там, а потом собирали их вместе и так далее. То есть, произошло фактически, вот за эти два часа, фактически разрушение такого стереотипа, что археология, оказывается, это не только пирамиды, фараоны и так далее, оказывается, это интересная, сложная работа и захватывающая, но в то же время кропотливая. И я бы здесь хотел подчеркнуть, что, собственно, приход в науку, он начинается, как это ни парадоксально, именно в этом возрасте. И любовь к прошлому, и любовь к истории. Не на школьной скамье, не с уроков, к сожалению или к счастью, по истории в школе, или в занятиях в университетах, а часто вот в таком возрасте, в самом раннем возрасте, в 3-4 года, в 5-6-7 лет, вот тогда закладывается базовый интерес. И тогда, как уже с такими людьми, которые в 3-4, в 5-7 лет загораются, пусть они не станут историками, археологами, и не все полетят в космос, но кто-то из них придет на исторический факультет, на наш университет, кто-то на физический, кто-то на филологический, но с этими людьми уже будет интересно общаться, с этим они будут уже всесторонне развитые. Они уже никогда не скажут, что археология – это только украсть золотой саркофаг, да, изгородиться. Они уже будут знать, что такое археология. Они уже с детства будут к этому привлечь. И поэтому, если позволите, академическая наука, или официальная наука, она, конечно, в лице археологии, мы просто благодарим. И Елену за приглашение в детскую площадку, всех коллег за такую прекрасную возможность делать свою работу и получать удовольствие, и учить, и вкладывать в будущее. Это самое главное. Спасибо огромное. Это очень ответственно. И я хочу перейти вот к такому. У нас был проведен еще один эксперимент по передаче нематериального наследия. Один из родителей пришел к нам и говорит, вот вам конструктор, я нарезал из гипсокартона кубики. Играйте. Есть там фотография, чуть выше, наверное, в углу где. Вот. Другой родитель посмотрел на это и построил стену. Дети включились в игру. Они начали стену перестраивать в башни, в дома и так далее. Они ее фактически разобрали и перестроили. На следующий день пришел тот же самый родитель, который ее построил, и увидел, что ее посоздали снова. Эту же стену в такой же конфигурации. Вот это как бы эксперимент, наверное, показательный. Вот он как живет, как сохраняется нематериальное наследие, то есть, собственно, идея. И как важен толчок для того, чтобы, как важна идея в том, чтобы начать что-то делать. И в этом контексте я еще хотела сказать о партнерстве детей и родителей. Для нас это очень важная тема в нашем проекте, чтобы дети и родители вместе творили, и тогда будет возникать коммуникация. И переходя к психологическому аспекту, я хочу похвастаться тем, чтобы к нам примкнули социальные педагоги и психологи. Социальный педагог Юлия Башук сейчас в Киеве. Я хотела от нее комментарии, но может в следующий раз. А вот социальный психолог Оля Качикова хочу передать слово и получить комментарий по поводу наших арт-экспериментов и психологии детей. Спасибо. И родителей. Ну я, наверное, коротко, без долгих комментариев по поводу психологии детей и родителей. Во-первых, Лена и все, кто участвовал в создании арт-площадки, большое спасибо. Мы уже благодарили, но мне не жалко еще раз это сказать, потому что было здорово, очень интересно, для нас опыт тоже был хороший. Мы, собственно, как раз и представляем, да, тренинговый центр «Пять вершин», я смогу рассказать, откуда я. Мы, собственно, как раз и представляем неакадемический, не традиционный подход к воспитанию, к образованию детей. Нам не импонирует, скажем так, большинство из того, что происходит в школах. Мы слышим очень много от родителей, слышим очень много от детей, вплоть до того, что бывали у нас такие, у нас разные экспериментальные бывают занятия, бывают такие ситуации, когда приходят дети, и они неконтролируемо себя просто ведут, бросаются подушками, у нас нет ни партии, ни столов, ничего, мы занимаемся, мы можем там сесть в круг, или на пол, или лечь на пол, в зависимости от того, какое ребенка настроение. Да, бросаются подушками, ведут себя просто, как бы сказали родители или учителя, не вменяем, а мы спрашиваем, мы никогда не говорим ребенку, где нельзя этого делать, или перестань, или не балуйся. Мы спрашиваем, сначала смотрим, потому что ребенок, то, какой он пришел, то, с чем он пришел, это его запрос, это про то, то, как он себя ведет, это про то, как он себя ощущает. То есть дети никогда не балуются просто так, просто потому что, вообще бывает и просто так, конечно, но больше, да, по большей части это проявление каких-то скрытых причин, скажем так, и мы в конце концов спрашиваем, почему ты так делаешь, да, расскажи, давай вместе. В час в утро ты там бьешься подушкой, да, или бросаешься подушкой, ты не слушаешь, меня тебе не интересно, нет, мне интересно, а почему тогда ты так себя ведешь, давай поговорим. А потому говорит ребенок, что это единственное место, где я могу прийти, побросаться подушками и знать, что мне за это ничего не будет. И все, нас такой ответ вполне устраивает. Хорошо, приходи, бросайся подушками до того времени, пока тебе это надо. И у нас был такой опыт, когда мы разрешили детям на занятии, ну, там, сносить крышу, вот буквально как они хотят. Они это сделали, и все, больше этого не повторялось. То есть они выпустили пар, они поняли, что мы их принимаем такими, какие они есть, что бы они делали, мы все равно их любим, все равно с ними интересно. И дальше у нас с этой группой, они до сих пор с нами, большая часть из тех ребят с нами, это уже, по-моему, третий год они с нами. Мы до сих пор вместе, и такие слова мы от них слышим, что я там даже вспоминать не хочу про то, какой я был без пяти вершин. Ну, вот, у меня там вот очень здорово, очень интересно. И вести с тем есть ребята, которые уходят, конечно, мы радостно их отпускаем, потому что, да, они должны постоянно быть с нами. Что касается того, что было на арт-площадке, это было классно. Это было вообще, ну, у меня другого комментария, я как профессионал буду заявить, что это было классно. Потому что таких мероприятий должно быть много, их должно быть достаточно, чтобы... Я могу сказать, кстати, был вопрос, почему мало так было детей, с моей точки зрения. Почему? Потому что у нас очень хорошо сформировано в Харькове предложение для детей дошкольников, очень много есть центров, наверное, знаете, раннего развития и тому подобного, а для детей школьного возраста самого предложения как бы очень мало. И родители, когда мы даже к родителям приходим, да, и рассказываем, мы говорим, вот смотрите, как у нас интересно. Они на нас смотрят с подозрением, говорят, а вы случайно не секта? Мы говорим, ну, приходите, посмотрите, пусть ребенок посмотрит один раз. Вам не понравится, вы уйдете. Ну, да, мы поняли, конечно, все, до свидания. То есть нет понимания у родителей, у многих родителей того, что то, что мы делаем, это намного важнее. Я не про конкретно про наш центр, я вообще говорю про неакадемический подход к воспитанию, к восприятию ребенка. Да, вот, не сформировано понимание того, что это важнее, что национальное здоровье ребенка важнее, чем национальное в школе. Я недавно разговаривала с мамой, у нас была родительская встреча у одного из детей, и вот у нее очень классный, очень здоровый подход к ребенку. Она говорит, я никогда не наказывалась за то, что в дневнике он приходит, а у него через каждый, через день запись о плохом поведении. Я спрошу, как вы реагируете? Она говорит, никак. А я знаю, он говорит, прекрасно, почему у него такие записи, потому что у него в школе давят, делая уроки, делая то, делая то, он приходит из школы и там снова ему приходится делать уроки. Пусть лучше у него будут записи, дневники, чем у ребенка будет там каким-то зажатым, непонятно как себя ведущим, конечном итоге. Но таких родителей немного. И то, что на площадку, на площадку пришли родители, ребята, которые, вот не около галерейной среды, они художники, потому что, непонятное дело, они там постоянно находятся, у них нет зашоренности, такой, как у некоторых других родителей. Да, то, что тогда пришли люди, которые просто услышали где-то об этом, пришли, узнали, посмотрели, это очень здорово. Я действительно рада, что у нас во втором сезоне к нам примкнули дети и родители, не только творческих профессий, и действительно было много таких открытий, когда дедушка, например, 50 лет, уже говорит, мне 50 лет, а я не знал, что так можно. Вот так прийти, играть в кубиками, вместе с детьми, вот, и вот тут рисовать, у вас тут какая-то атмосфера. Я говорю, ну, мы же как раз хотим сказать, что никто не сказал, что так нельзя. Вот, и действительно наше общество, оно подвержено стереотипам, которые хочется разрушать. Вот, это единственное, что мне в жизни хочется разрушать. Это стереотипы, ну, вот, потому что они мешают познанию. И, как бы, наверное, наша задача, вот, как в детской площадке, популяризировать, собирать вместе людей, которые готовы к экспериментам, готовы к свежему восприятию действительности, потому что, ну, что, я могу сказать, что нет более актуального искусства, чем детское. Вот, мы взяли с собой сюда такую передвижную выставку, с детства меня восхищали художники-передвижники, и мы, наверное, идем по таким стопам. Ну, вот здесь, как бы, репрезентативно. О чем дети? Митя, которому посчастливилось быть на лекции Александра Филоненко, нарисовал Георгия Поведоносца. Восемь лет. И рассуждал о том, как это, как сидел Митя на лекции Александра Филоненко, про человека периферии, про человека поющего. Потом рассматривал внимательно эфиопские иконы на выставке, а когда я попросила его нарисовать подарок, он нарисовал поющего Георгия Поведоносца, а пение изобразил в виде нот. Его никто и тому не учил, не заставлял. Он так почувствовал, он так нарисовал. Удивительное, удивильное открытие. Для меня, вот, открытием стала картина Паши, Парлад, Кочмара, вот эта вот батальная сцена, сердце из скотча, смешанная с техникой, это называется, в искусстве. И так далее. Портрет собаки, собственно, вот так, как ее видят. Супергерой. То есть, дети перенасмысливают и выдают актуальное искусство, которое выполняет ту же функцию, что и взрослое актуальное искусство. Обратить внимание, вызвать со-переживание. А детям вот это то самое необходимое, что нужно, со-переживание. А это, как бы, важная, вот эта вот, поворотная сила искусства. Если это художественный образ, он вызывается переживанием. Если он вызывается переживанием, это художественный образ. Может быть, я там популяризацией сцена занимаюсь, но такая история есть. Хочется еще передать слово реформатором неакадемического образования до в коммерческом плане, семейному кафе Кли. Для кафе это был эксперимент нереальный. То есть, когда обсуждали, я сказала сразу, мы ничего сложного готовить не будем, потому что это подвал. Нам надо придумать. Оксана семейное кафе Кли, по-моему, первый раз семейное. Какой у нас передают сцены? Для нас такой эксперимент получил бы эксперимент и с одной стороны эксперимент, с другой стороны как бы выгонять, потому что мы у себя тоже такого рода мероприятия проводим практически каждую неделю. Плюс еще у нас маленькие дети сами готовят и учат других готовить, знаете, по типу как мастер-шеф. И очень многие сами придумывают эти рецепты и начинают сами придумывают эти рецепты и приходят с предложениями, как у нас недавно девочка 8 лет пишет с головой Оксана. Вы не против, если я в следующий раз научу других детей готовить фонтоп? Я говорю, ну то есть многие взрослые не имеют, но это тоже творчество, я считаю, что это нужно поддерживать. У меня самую дочь 7 лет, которая с Леной полностью солидарна, что на сегодняшний день дети нам их нужно чувствовать, то есть мы не такими были, у себя дети совсем другие. И учиться их чувствовать, наверное, нужно почаще собираться и делать такие штуки мероприятия для того, чтобы учиться их чувствовать и давать им больше возможностей и шансов. Поэтому с печеньем мы их называем съедобные картины. Делали дом, пытались объяснить вдвоем с девочкой, девочкой, которая у нас мастер-класс выполняет непосредственно по печенью. Мы тоже не думали, не ожидали такого количества детей на самом деле. Но мы как-то так сориентировались, решили все-таки думали, получится дом, разделили на несколько групп, которые отвечали за кирпичи, другие за левую часть дома, другие за правую, третья за крышу. Но в конечном итоге в любом случае не совсем получилось то, что хотелось, но дом в конечном итоге вышел, по-моему, прекрасный. Я крыша, я иду я иду крышу строить. Я там кирпич. Это уникальная вовлеченность и осознание о своей деятельности. А нет фотографии, где в самом конечном итоге получился какой дом, да, и как это... Ну да, вполне есть на канале видео, я почусь. Получился дом, но самое смешное, то, что меня просто развеселило, и я ушла туда в прекрасном настроении, были человечки, и там некоторые человечки, там была, кукнов там частично с печеньем, ну, в любом случае, их слепили, и когда собрали дом, выстрелась очередь с человечков прямо в этот дом. Одна маленькая девочка, я не знаю, наверное, три года, наверное, там, три с копейками, она сказала, я даже не знаю, базар это или дом, людей много, это хорошо, этих человечков, которые были. Ну, на самом деле, как бы, наш вклад, наверное, спасибо. Спасибо за смелость в экспериментировании. Есть желание, на самом деле, посотрудничать и у нас в площадке, да, как бы, именно непосредственно в кафе делать тоже такого на социальные штуки, то есть, не обязательно коммерческие, вот, потому что без этого никуда. Это, когда мы себя спросили, ну, вот, а почему мы, я делаю вот это, вот, я себя, ну, каждый день себе вопрос задаю, потом отвечаю, а я не могу не делать это. У меня это, ну, вот, так. Потому что ты так чувствуешь. Да, уже. Я дальше в эстафету микрофона хочу передать Юлию Гиренко, человеку-позитиву, работающей на станции Харьков, она нашла время к нам приходить чуть ли не каждый день и буквально парагозом открылся адаптационный центр, да, Юль? Вот, хочу передать слово. Да, еще дом, потом сели. дом, потом сели. вы тоже предлагали участие. Конечно. С детьми. Да, он был вкусный. Мое участие на арт-площадке, площадке, вообще оказалось достаточно случайным. Вы знаете, это, я увидела это случайно в интернете, то есть, что вот существует такой проект, вот, планировалось, что я туда пойду со своим ребенком, то есть, как бы вот, интересно, что же там. Ну, оказалось, что у моего ребенка свои планы, а вот, а я подумала о том, что, ну, блин, елки-палки, чем же я не ребенок-то, Ну, разве что только вот возраст там. и пошла. И, знаете, вот я там зависла. То есть, по-моему, вот в первый день, когда мы потом уже прощались с Леной, она говорит, ну, приходи. Я говорю, а мне у вас понравилось, я у вас буду жить. Вот. То есть, с одной стороны, я как житель Харькова, как мать, меня заинтересовал очень этот проект. С другой стороны, да, вот в Харькове открылся адаптационно-культурный центр. То есть, наш адаптационно-культурный центр, он рассчитывает на то, что улучшит качество жизни адаптацию переселенцев в первую очередь. То есть, переселенцев из Донецкой области, из Луганской области, из Автономной республики Крым, вот, и, в частности, и коренных жителей Харькова. То есть, города в целом, возможно, Украина в целом. То есть, я, когда попала на площадку, как бы, с одной стороны, действительно, атмосфера, которая там, бегут дети, то есть, вот, меня уже там засекли, вот, и бегут, Юля, Юля, а вот попробуй нашу печеньку, да, я тоже приложила, поедание этого пряничного домика, было безумно вкусно. Вот, когда делались оригами, тоже, я вот опоздала, на само оригами я не попала, но вот бегущие дети, которые кричали, «А, смотри, что мы умеем делать, что нас научили». Это было шикарно. То есть, я, как представитель, микро-представитель Адаптационно-культурного центра, я надеюсь, что мы будем сотрудничать, то есть, мы нуждаемся в тех людях, которые хотят и могут проводить какие-то мастер-классы, те же какие-то чтения, те же какие-то образовательные программы, те же какие-то, вот, на данный момент у нас проводится станция мультиков, станция кино, мы просматриваем мультики, смотрим кино, параллельно у нас работает детская площадка. Пока родители заняты, ну, какими-то программами, детки сидят, было бы вообще шикарно, если бы вот как в рамках площадки вылечито часы, это очень интересно, то есть, я с удовольствием слушала, я думаю, что детвора, она тоже очень-очень заинтересована. Большое спасибо. Спасибо, Юля. Ну, действительно, замечательно, что мы общаемся друг с другом, узнаем друг от друга много нового, и открываются возможности для общения, для популяризации наших идей, наших достижений, достижений людей, которые действительно являются носителями нашего культурного наследия. То есть, в мае мы планируем посетить адаптационный центр, Юля говорит, там мало места, нам место, мы уже передвижники, мы можем. Ну, и если хотите, присоединяйтесь, будем взаимодействовать все вместе, читатели, к нам пришел читатель. Я, на самом деле, уже собиралась переходить к моменту благодарности, слайд, нужно, 5. Там, как бы, чтобы, вот как, шпаргалка у меня, и, конечно же, муниципальная берега принимающая сторона, и техническая поддержка это два товарища и читательская поддержка. Кто еще смотри, кто-то? Два товарища, два товарища, ДВА, ТОВА, ИЩА. Я являюсь длительным директором на товарища, позволил себе свободное, вернее, рабочее время экспериментировать. Спасибо за то, что это ватушеская командировка. Да, ватушеская командировка. Если, Игорь, Диденко, если ты готов сказать пару слов о своих впечатлениях в учтении денег... Кому-кому? Я... 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 Ну, я здесь. Куда? Я постою здесь. Ловите меня камеру. Все, я на полгам, все, я на полгам, я на полгам. Да, что? Все, все камеры на меня уже получилось, да, все, я на полгам, я понял. Что? Ну, очень классно, что в это время непростое. Есть люди, которые направляют в организационный творческий талант на создание каких-то площадок коммуникационных, связанных со строительством новой жизни, мирной жизни, с развитием детей. Это первое, такое мнение. Второе, очень классно, что это не является прецедентной какой-то акции, а заходит уже в систему, вот, поэтому детская площадка это уже система, система, которая рождает новые формы общения для людей, новые формы творчества, новые формы вовлечения людей в себя, потому что для меня, ну, так честно, для меня общая форма, когда я не знаю, просто приди, почитай сказку, ну, приду, почитаю, а потом это оказалось не просто сказка, это, оказывается, угомони 50 человек, ну, или там, сколько это было, ну, 50, не важно, ну, вот, ну, вот, как это, или ты не мог бы пойти и пособирать яйца от штана пингвинов, наверное, мог бы, но я не знаю, что ты будешь пили мук, понимаешь, и что они колебятся, высловно, вот, я примерно, у меня такое подружение происходило, вот, ну, я отец, а отцы иногда должны совершать подвиги роди детей и даже чужих, вот, поэтому для меня это было свободное испытание и такой кайфовый экспириенс, классный опыт, которым я раньше не обладал, на то, что детям не по принуждению и сразки все-таки читаю. Да, наверное, все, точка, я бы все сказал, дай бог, расти дальше, дай бог, что детишки, проходящие арт в начатку, смогут идентифицировать себя с какими-то видами творчества, новыми творчествами, может быть, вообще придумывают какой-то новый вид творчества и уверен, что вот это детище арта, детского арта, рожденного в Харькове под чутким локомонского организатором, одним из которых является креативный директор творческого дня на товарища Ирина Зиненко, вот, с одной стороны, получить максимальную поддержку в городе Харькове, а поддержка, возможно, и благодаря популяризации и спасибо огромное Харьковскому признану инфоцентру за обрезан федеринствами, огромное количество, я вижу здесь многотысячная армия количественных клиентов, которые в клиниках разнесут по кубикам всю бесценную информацию, которую здесь сегодня обрегнали, разнесут, и я посмотрел сегодня в стриме, кстати, пять тысяч человек смотрят с телеинтрансляцию, обычно там два-три человека смотрят с телеинтрансляцию, сегодня пять тысяч человек смотрят с телеинтрансляцию, это тоже помощь развитию нашей арт-площадки, я говорю нашей, потому что все, что рождается в замечательном хрихайке, является нашим, и я по праву могу передавать гребен на 15% от гиблии. Ну и это не важно, это не важно, вот, Гир, он тоже не всем доверен собирать яйца в стадии пингвина, к сожалению, хотя вторые пара рук, может быть, и не подпишала, уменьшает, уже на миллион, но я понимаю, что в Украине всего две сказки, я тут читала, или на вторую игру, но если вдруг найдется еще несколько сказок, я тоже готов поделиться, это реклама, поделиться своим маленьким голосом, тихо, видеть, все это стало. Спасибо, на самом деле, огромное за вашу поддержку, зная то, что вы ездите, это мне давало силы. Вот, я хочу все-таки, я хочу что-то я хотела перейти. Может, вопрос? армия корреспондента. Вопрос вот как был, поскольку мы все-таки кризисны, а то, что происходит в нашем образовании иначе никак не вызовешь, есть ли у вас какие-то планы все-таки взаимодействовать с академическим образованием, ну, не знаю, может быть, договариваться с департаментами, или как-то с директоральной школой, предлагать вот устраивать такие, пусть там вроде труда, ну, такого креативного плана. Мы на самом деле все дело, ну, мы открыты, это наш принцип, и действительно хочется, сейчас, да, там есть ответы из зала, мы действительно открыты, мы хотим внедряться в нашу академическую систему образования, и хочется начать диалог, хочется начать просто общаться, что, ну, был прецедент, допустим, где-то вывесили, я слышу, из этой школы люди пришли, а из другой школы просто не понимают зачем. Есть методики утвержденные, по ним функционируют. Я, насколько знаю, у меня дочка в четвертом классе, наша школа не реагирует на вызовы социальные, наверное, поэтому наш проект родился, потому что нам чего-то не хватало в том, что существует, нам захотелось поделиться опытом и результатами, которые уже есть, позитивными результатами, и расширять это, потому что наша система, на мой взгляд, академическая, не обладает необходимой гибкостью, чтобы отвечать на ответы, на вызовы социума, и не обладает, наверное, смелостью экспериментировать, не обладает динамикой, которая должна быть в структурах, которые работают с детьми. То есть, можем считать, что сегодня мы предлагаем сотрудничество, или приглашаем академическое образование к себе. По сути, мы предлагаем детская площадка, это не развивающий центр, это коммуникационная платформа, которая мы приглашаем к эксперименту. У нас можно экспериментировать, а дальше попробуйте и подумайте, нужно ли это у вас в академической системе. А мы открыты для экспериментов. Передаем слово куда-то. Да, Оля, валяй, 10. Да, это я. У меня просто есть что сказать по поводу академической системы образования, по поводу того, как он есть конкретно у нас, потому что мы в пяти вершинах мы пробуем разные способы, будем так говорить, продвижение своей уступки. И один из проектов, который у нас удался, который уже работает, это мы взаимодействуем с гимназией, могу сказать, номер гимназии, сейчас, 169-я гимназия, если кто-то сейчас смотрит или будет смотреть будущем, спасибо большое руководству за то, что они пошли нам на встречу. Мы, собственно, познакомились, пришли к директору непосредственно к администрации гимназии, рассказали о том, кто мы, что мы, зачем нам нужны дети, что мы делаем с детьми. То есть, мы рассказали о своих проектах, предложили, конечно же, в качестве того, чтобы дети посмотрели и попробовали несколько тренингов для детей, которых, в общем, нас попросили в конкретных классах провести конкретные тренинги на конкретную тематику. Мы это сделали. На нас посмотрели, сказали, хорошо, можете дальше делать то, что, ну, не что хотите, а можете дальше с нами быть. Да, и сейчас у нас уже два месяца работает веб-регимназии, на базе гимназии работают две группы, которые занимаются по программе «Пяти вершин». Это группа коммуникативных навыков, обе группы работают по программе, назовем мы это «Акаратом», он вообще это развитие коммуникативных способностей и все, что касается взаимодействия, контакта с людьми. Мы не включены в учебный процесс, чтобы было понятно. То есть, мы не ходим на уроки, мы просто занимаемся в отведенное время, но мы это делаем на базе гимназии. Это я про то, что академическое образование нас признало, оно сказало, что да, вы можете быть с нами более того, мы вам поможем. То есть, если какие-то вопросы возникают у меня, я могу смело прийти к завучу, сказать, что вот какой-то вопрос, какая-то проблема, пожалуйста, давайте решим. И нам всегда, ни разу не было еще такого, чтобы нам сказали, ну ладно, сами разбирайтесь, не всегда это на мою встречу. Это позитивный опыт, тот, который у нас есть на данный момент, про то, как есть в Харькове организации, академические, школы, гимназии, которые готовы тоже экспериментировать. на самом деле. Да, вообще невозможно. Ну, меня порадовало, вот мы в ОЧГе давали объявление, человек пришел там, мы спрашивали, откуда узнали. Ну, а человек-то на заднейшем. Да, но они не академические, да. То есть, действительно, важен диалог, и еще я хотела, ну, как сказать, к нам присоединились также, я рада, что у нас появляются новые друзья, причем каждый раз, с каждым событием. Я очень благодарна новой персоне, присутствую здесь.